Ребята, сегодня говорим с вами про мифы, связанные с витаминами. Вы на канале с Аленой, здесь детокс-психология. Соответственно, могу сказать, вот сегодня такой вам одуванчик в вашу ленту. Могу сказать, что действительно витамины связаны с эмоциональным, физическим, нервным здоровьем. То есть при недостатке определенных витаминов плохо, хуже работают нейромедиаторы, хуже работают гормоны, хуже работает репродуктивная система. И, соответственно, происходят моменты, которые очень-очень сильно могут влиять на эмоции, на состояние, на многие-многие процессы, особенно связанные с ментальным здоровьем. Но напоминаю, просто так принимать какие-то витамины я считаю глупым, потому что, когда вы не знаете по анализам, хватает ли у вас белка, хорошо ли у вас вообще все с железом, может быть, у вас дисбактериоз, может быть, у вас аутюриоз щитовидной железы. То есть это все настолько завязано, что многие люди просто думают, что выпью я какую-то витамину и будет мне счастье. Витамины – это дополнительная история. И если они действительно качественные, и вы уверены в производителе, и вы уверены, что у вас правда дефицит этого витамина или минерала, то, в принципе, вы можете попробовать, но не радикально к этому относиться. Напоминаю, что советы блогеров а-ля «попробуй пить витамин D» или «попробуй омегу», потому что это так интересно, не всегда работают. Возможно, у вас есть генетическая особенность, возможно, есть еще что-то. Но, напоминаю, никому, никто не умер без витаминов, точнее, никто не умер с витаминами, скорее, умерли без них. Но разница витаминов, минералов и химических витаминов и минералов – это очень серьезная вещь. Многие не понимают в качестве, в брендах, не понимают в выборе и, соответственно, покупают комплексы, которые просто не несут никакой пользы, а то и, бывает, несут вред. Другой момент, если у вас, например, существенно не хватает кальция, то для кальция нужен, например, витамин D. Чтобы витамин D зашел, тоже нужно постараться. То есть, такие моменты, и люди покупают очень часто какую-то одну баночку и надеются, что будет им счастье. Во многих случаях это, конечно, лучше, чем ничего, но иногда лучше ничего, потому что купленный химический какой-то бренд будет откладываться в вашей печени и в ваших почках. Другой момент, витамины нужны, важны для физического и ментального здоровья. И я не согласна, это мое личное мнение, с многими докторами, которые указывают на то, что все можно брать в еде. Найдите мне сейчас еду без пестицидов, без гербицидов, там, где все идеально, и суточная норма кальция 1200, и там и магния, куча всего, и всего хватает. То есть, я могу сказать, что это неверная история, просто нужно разбираться в брендах, в анализах, в своем состоянии, в своей тарелке, что у вас есть тарелки, и, соответственно, уже дальше как-то дополнять. Пишите вопросы, я с радостью вам отвечу. И мое мнение, что витамины существенно влияют на эмоциональное, физическое, репродуктивное здоровье и здоровье вообще в принципе. Отсутствие витаминов ухудшает многие-многие внутренние функции организма. Пишите вопросы.